Всем привет и сегодня у нас горячие как пирожки, которые я украл тема. Комментарии под каждым постом в официальной группе Fortnite превращаются в обсуждение. Пойдет ли игра и почему не идет. Не важно какой пост, патч нот или реклама лам с новым дропом. Все неизменно скатывается в это обсуждение. Так что я принял ответственное решение и сделал этот ролик. А перед его началом напомню, что стримлю каждый день и теперь уже 16.00 по МСК. И да-да, я знаю, что от ролика к ролику все раньше. Но типа я искал свое время и его отнашел. Но это не точно. Давайте-ка начнем с теории, а точнее с системных требований. Рекомендуемая конфигурация системы, заявленная на сайте Fortnite. Видеокарта уровня Nvidia GTX 660 или AMD Radeon HD 787.0 с поддержкой 9x11. И 2 ГБ видеопамяти. Core i5 2.8 ГГц, 8 ГБ оперативной памяти. 64-разрядная Windows от 7 и выше. И по сути, рекомендуемая конфигурация это средний компьютер 5-летней давности. Минимальная конфигурация системы, видеокарта Intel HD 4000, Core i3 2.4 ГГц, 4 ГБ оперативной памяти. 64-разрядная Windows от 7 и выше. А вот это уже компьютер 7-летней давности. Отдельной строчкой идет комментарий. Однако, минимальные требования гораздо ниже, благодаря гибкой системе настройки графики. Но это не значит, что игровой процесс будет приносить что-то кроме дискомфорта, если игра вообще запустится. Что мы можем вынести из этой части видео? По большому счету, даже рекомендуемый конфиг совсем не означает, что вы сможете комфортно играть в Battle Royale. В частности, это будет 30-50 фпс с просадками в критических моментах. При этом картинка будет настолько мыльной, что глаза будут вытекать. Но это так, лирическое отступление. Нужно понимать, что фпс шутеры, простите за каламбур, максимально требовательны как раз к параметру фпс. А как вы его добьетесь, саму игру особо не волнует. Но из моего личного опыта, даже стабильные 60 фпс, не проседающие в 40 во время активных действий, далеко не гарант успеха. Да, можно приноровиться, найти игровой стиль, который позволит большую часть времени сидеть по кустам и домикам. Но будем честны, особого интереса это не принесет. Так что давайте, если ваш пека хотя бы пограничен с рекомендуемой конфигурацией, то следующая часть видео именно для вас. А если нет, то она конечно может помочь, но не надейтесь на чудо. В этой части видео мы разберем внутриигровые настройки и попробуем найти баланс между достаточным количеством фпс и приемлемой для игры картинкой. Сейчас я наглядно покажу вам разницу между самыми низкими настройками и самыми высокими. А затем мы попробуем найти вменяемый средний вариант, который позволит хотя бы отчасти наслаждаться игровым процессом. Как вы видите, разница не то чтобы колоссальна, она видна невооруженным взглядом человеку со зрением минус 5. Но минусы есть не только у низких настроек. Картинка с максимальными параметрами весьма сильно перенасыщена, в частности тени и освещение. А также постобработка мешает нормальному восприятию игры. Опять же это мои личные придирки, ведь консольщики играют по сути на максималках и их все устраивает. Кстати, если вы играете с ПК, то пишите на каких настройках и с каким железом у вас стабильный фпс. Ну а если вы консольщик и вам просто интересно, то напишите не болят ли у вас глаза от фильтров постобработки. И сильно ли помогает аймассист в игре. И есть он там вообще или нет. Первый параметр – оконный режим. Выбираем полноэкранный, так как в большинстве случаев оконный режим или в окне без рамки отжирают некоторое количество фпс. Второй параметр – разрешение экрана. Желательно ставить под ваш монитор, так как в игре можно менять разрешение текстур. Опять же в целях повышения фпс его можно уменьшить. Лимит частоты кадров тут кому как нравится, я лично никогда его не выставляю. Разрешение 3D – параметр, отвечающий за разрешение, в котором будут рендериться текстуры. Желательно ставить под свой монитор. В целях увеличения фпс можно уменьшать, взамен получая более мыльную картинку. Далее идет расстояние прорисовки. Параметр вообще никак не влияющий на батл роял. В этом режиме, во избежание преимущества у людей с хорошим железом, прорисовка залочена на отметке в 275 метров, для всех игроков вне зависимости от настроек. Качество теней. Лично я их вообще отключил, хотя играл со средними первую неделю. Отключил по той причине, что никакой конкретной пользы они мне лично не принесли. Хотя в роликах типа Fortnite Moments я видел клипы, когда тень врага была видна игроку, например на потолке. В игровых же реалиях за неделю с релиза ничего подобного в моей игре не произошло ни разу. Тени сами по себе неплохо едят фпс, при этом затеняя участки под деревьями и например у домов, затрудняя обнаружение врага. Мой выбор вы знаете, но в принципе можно играть и со средними. Разница в фпс между средними тенями и их отсутствием практически равна нулю. Параметр теней на высоких увеличивает качество тени, а эпик увеличивает количество объектов в кадре, способных эту тень отбрасывать. Сглаживание. Параметр весьма сильно влияет на конечную картинку и восприятие ее глазом. Низкое сглаживание фактически превращает все кромки объектов в лесенки. Лучше выставлять на высокое или эпическое. Играть конечно вполне реально и с низким сглаживанием, но в некоторых моментах вы попросту не сможете за рябью разглядеть допустим чуть видную шевелюру снайпера за холмом или в окне. Качество текстур. Тут все просто, если ваша видеокарта имеет на борту меньше 2 гб, то даже на высокой текстурой ставить не рекомендуется. В целом же либо средние, либо высокие. Зависит от того, насколько вы цените фпс и ваши глаза. Качество эффектов ставим на низкое. Разницы между низким и эпическим почти нет, из-за особенностей рисовки анимаций. Опять же анимация постройки объектов. На момент релиза игры иногда просаживал фпс, так что тут низкое и точка. Качество постобработки аналогично с качеством эффектов, но по другой причине. Этот параметр попросту мылит картинку вне зависимости от того, какие параметры графики выставлены выше. И на дистанции людей становится видно не так хорошо. А обнаружение врага всегда на первом месте. Да и фпс неплохо дает. Далее идет вертикальная синхронизация, ее отключаем. Размытие в движении тоже отключаем. Опять же фпс не прибывает, но мыло уменьшит. Счетчик частоты кадров это то, что вы видите в правой верхней части экрана. Есть мнение, что тоже есть фпс, так что если думаете, что вам не хватает пары-тройки, то выключайте. Хотя бы на самовнушение, но работать будет. В заключении ролика хочу сказать людям играющим на компьютерах с 7 летней давности. К сожалению оптимизация не панацея от ваших проблем. У многих компьютеры даже 7 лет назад были обычными бюджетными машинами с железом не первой свежести. А значит накидываем еще пару годков и получаем пеку почти 10 летней давности. Играть конечно можно и при 20-30 фпсах, но я не могу назвать это игрой. И удовольствия от такой в кавычках игры не особо много. А на этом пока все. Ставьте лайк если помогло, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Все это мотивирует меня на выпуск контента. Так что всем спасибо за просмотр и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok